Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим видос под названием Как пугает Five Nights at Freddy's От чувака, с которым я когда-то, давным-давно, мы общались еще во времена ФНАФа Посмотрим, как пугает ФНАФец Ну, я знаю, как пугает ФНАФец Но будем, если что, говорить, где, по-моему, автор прав, где, по-моему, автор не прав Если что, не обижайся, если... Всем привет! Меня зовут Тим Жаст И знаете, сейчас, спустя столько лет после выхода на свет первой части такой игры, как Five Nights at Freddy's Иногда я задаюсь вопросом Как и почему нас всех в свое время пугало это творение Блин, а у тебя тоже такое есть, что вот раньше ты пугался ФНАФца, а потом ты сейчас заходишь в ФНАФец и такой, блин, ну как-то не страшно вообще Да и последующее А многих, кстати, пугает и до сих пор Вы помните, например, этот темный маленький офис с двумя окошками по бокам и бесконечный шум вентилятора Но что вызывало страх в этих играх с Котта Коутом? Я думаю звуки, я думаю музыка Чего мы боялись, да и боимся в целом Да, я не первый, кто освещает данную тему И как минимум на реддите с этим связано огромное количество разных обсуждений Поэтому я тоже захотел об этом поговорить Но помните, у каждого свои страхи и своя реакция на что-либо От того, то, чего боится один человек, на другого может не производить никакого впечатления В общем... Ну я-то ничего не боюсь, мы с тобой знаем Ты можешь посмотреть все мои видео по ФНАФу, ты ни разу не увидишь, чтобы я чего-то боялся Вообще, аниматроники пугают тоже Поговорим о том, как именно у нас пыталось напугать такая серия игр, как Five Nights at Freddy's Погнали Как пугает вновь Я думаю то, что она необычная Итак, Five Nights at Freddy's, конечно, не была первой игрой Скотта Коутона Да и успех пришел далеко не сразу Блин, мне так нравится, как все, кто рассказывает про игру, вначале рассказывают всю историю ФНАФа Что вначале он делал одну игру, потом другую До этого Скотт, например, выпустил игру Чиппер и сыновья Как-то так Которую игроки не приняли от слова совсем, называя главного героя деревянным и утверждая, что он скорее вызывает чувство страха После чего Скотт, видимо, подумал и решил превратить минус в плюс, создавая первую часть ФНАФа На мой взгляд, самую сильную часть в плане нагнетания атмосферы А вышла она 8 августа аж 2014 года Думаю, вы уже поняли, к чему я веду и к чему я рассказал про бобра из предыдущей игры Аниматроники Это главная хоррор составляющая первой, да и не только первой части ФНАФ Да ну, это не главная хоррор составляющая, на мой взгляд Однако, в первой части в их внешности был идеальный баланс И я не раз озвучивал эту мысль в предыдущих роликах Аниматроники из первой части умудрялись быть как приемлемыми для детских концертов, так и в то же время действительно жуткими по ночам Их внешность изначально не вызывала ужас, они выглядели просто обычными персонажами пиццерии Но при этом, именно ночью они превращались в действительно нечто зловещее Они застывали с открытыми ртами Почти всегда смотрели в камеру, показывая, что им известно то, что мы следим за ними А Фредди, например, прятался по темным углам И лишь уже возле офиса залезал прямо в объектив Блин, ну я бы не сказал, что это прям так страшно Тебя пугало то, что где-то стоит аниматроник? Мне кажется, тебя пугал тот факт, что аниматроник может до тебя дойти При этом, все эти моменты, когда мы видели лишь его темный силуэт и белые глаза Они действительно напрягали Здесь же, пожалуй, скажу и про золотого Фредди Который поначалу был чем-то вроде пасхалки Он пугал своим внезапным появлением Никто на момент первой встречи с ним банально не знал о его существовании От того, когда у тебя посередине офиса появлялся какой-то желтый медведь Несмотря на то, что двери могли быть закрыты, это было страшно Эмбиент Говоря о нем, или же простым языком Вот, вот, вот Я бы сказал, что звуки аниматроники Это скорее крипово То есть, знаешь, такая зловещая долина Немножечко напряжно А вот именно звуки Это пиздец просто Вот это самое оно В общем, всего, что делает именно атмосферу Ну, нельзя просто не упомянуть, насколько он был хорош в первой части В основном хочется обратить внимание на звук, который появляется, когда аниматроники начинают свое движение Может, он и не сильно нагнетающий Но, в любом случае, он буквально давал понять, что что-то изменилось Появлялось чувство, будто бы аниматроники уже знают про наше присутствие и идут к нам Что так и было, собственно Однако, посторонние звуки тоже весьма сильно напрягали Например, даже когда начинался грохот посуды Игроки вслушивались и пытались понять Что это за звук и откуда он идет Также была мелодия, которую напевал Фокси Смех Фредди, который тоже наводил ужас на многих Да и к тому же, его смех служил нам подсказкой К тому, насколько близко он находится к нашему офису Кстати, об офисе Безусловно, главный предмет, создающий шум в нем Это вентилятор С одной стороны, его звук создавал некий уют По крайней мере, так было у меня А с другой, он работал на хоррор-составляющую игры То есть, он приглушал все остальные звуки Отчего игрокам приходилось вслушиваться Например, топот, который издавали аниматроники Из-за вентилятора было услышать не так уж и просто Вообще, вентилятор, насколько мне известно, пугал многих Ведь это постоянный шум, который не заканчивался А когда после окончания энергии все гасло Он тоже отключался Чего мы внезапно после столь долгого шума попадали в полную тишину Что уже работало против нас А затем мы слышали лишь приближающиеся к нам шаги по левую сторону После чего в проходе загорались глаза Фредди И начинала звучать мелодия Которую, кстати, он мог отыграть как почти полностью, так и резко закончить Так что мы оставались в полной темноте и тишине Лишь догадываясь, через сколько секунд он на нас выпрыгнет Так, кстати, мы переходим к скримерам Ну, скримеры, да Скримеры нормально, там сделаны они резкие Они правильные, вот по сути Скримеры, конечно, это самое главное, что пугает игроков в подобных играх Здесь же они работают по нескольким принципам Либо это просто резко появляющееся изображение, сопровождающимся громким звуком Либо это нечто внезапное Либо это совмещение всего в одном В первой части у каждого персонажа, за исключением Фредди, их было по одному Бонни и Чика выпрыгивали после того, как мы опускали планшет Что, кстати, работало Фокси же забегал в дверь и брал лишь своим звуком Так как мы могли видеть, как он бежит к нам в офис Отчего эффект внезапности пропадал Однако с Фредди все иначе Оба его скримера обладали всеми вышеперечисленными качествами Скример, который происходил во время игры, до того, как мы тратили энергию Не выскакивал просто от того, что мы опускали планшет А второй же, когда гасла энергия Выигрывал потому, что, как я и сказал Мы не знали, доиграет ли до конца его мелодия Хотя, по большей части, после... А, типа мелодия заклю... Не сразу, вот это я, кстати, не помню Что он выпрыгивает до того, как мелодия заканчивается По-моему, мелодия заканчивается, и он точно нападает после нее, нет? До того, как мелодия Фредди заканчивалась Все понимали, что через секунд 10 он на нас выпрыгнет Долго, согласен Чуть не забыл про Золотого Фредди Это, наверное, самый банальный из всех скримеров Просто вылезающая картинка его головы на весь экран Сопровождающаяся замедленным криком других маскотов Тут индивидуально Для кого-то это было страшно, а кто-то и не дергался вовсе В любом случае, первая часть весьма серьезно подходила к запудиванию игрока На некоторых это действовало настолько, что смех Фредди слышался даже после выключения игры Да и в целом, поскольку мы не видели, как аниматроники перемещаются У тебя было такое, что ты прям боялся пиццерий, когда вот ты играл в офнофес? Или ты на пофиг? Комнаты в комнату Наш мозг додумывал это за нас А это еще страшнее Я считаю, что в основном элементами страха в первой части были как внешность аниматроников, так и преследующий их эмбиен в целом 11 ноября того же, 2014 года, выходит вторая часть Five Nights at Freddy's Кто бы что о ней не говорил, для меня эта часть сплошные воспоминания И, наверное, я ее просто обожаю Сколько же, почти в буквальном смысле, времени я когда-то провел в этом офисе, в стенах этой пиццерии, среди всех этих звуков и всех этих аниматроников В поисках глубинного смысла чуть ли не каждого пикселя на экране Все эти теории, Майк убил всех, Глаза Марионетки, Мангл и Укус 87, Фиолетовый Человек-Убийца, Фиолетовый Маскот, оказавшийся фейком Да, то видео, это был я Думаю, кто-нибудь точно поймет, что для меня значит эта игра Впрочем, откинем все это Как же нас пытается напугать вторая часть? Конечно, главный объект, вызывающий страх, как и в предыдущей, да и в последующих частях, это аниматроник Но, мне кажется, в этой части Скотт попытался противопоставить линейку той аниматроников старым Ведь той аниматроники такие яркие, блестящие, ну и страх они не сказать, что прям вызывали Несмотря на... Ну, кстати, не знаю, той аниматроники меня напрягали, именно своей вот этой какой-то эй, 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 вот этой радостностью излишней На все их усилия Разве что Мангл, которая ползала по потолку и представляла из себя, по сути, голый индустилет А вот старые аниматроники Да, они уже не балансируют между обычными персонажами и ночным кошмаром, как это было в первой части Но, лично по моему мнению, это лучший их дизайн за все части франшизы Они действительно выглядят устаревшими, местами жуткими и просто пробивают насквозь лишь одним взглядом из коридора У них не хватает запчастей, конечностей, Бонни, например, и вовсе потерял лицо А на фоне той линейки они смотрятся еще внушительнее Эмбиент во втором... Мне кажется, именно оно хорошо работало, потому что в балансе между вот этими супер миленькими аниматрониками и супер криповыми В первой части стал во многом лучше Да, вентилятор здесь не шумит, но зато, как только аниматроники начинают свое движение, мы слышим это Но, к сожалению, пропали какие-либо посторонние звуки по типу смеха Фредди из первой части Хотя на замену им пришел звук рация от Мангл и смех Балунбоя Вторая часть получилась очень насыщенной в плане различных звуков Даже в новых сценах, которых не было в франшизе прежде, они были Скримеры от первой части здесь далеко не ушли В целом все то же самое, только их стало больше Ты вообще любишь скримеры или нет? Потому что я скримеры не то, чтобы особо люблю, но на самом деле не знаю Тоже меня бесят вот эти хорроры сейчас, которые пытаются быть атмосферными, но у них нифига не выходит И в результате они вместо того, чтобы вставить хорошие скримеры и поорать, они просто ничего не делают Вот эта вот атмосфера дурацкая, ее трудно нагнать Ты должен быть талантливым, чтобы сделать хорошую атмосферу Не достаточно просто вставить рандомные звуки и надеяться, что все будет хорошо Нет, а вот скримеры вставить может любой пора Поэтому игры со скримерами всегда стрёмные Больше, как и самих аниматроников Я бы отметил, что скример Фокси, так как он обладал особой внезапностью И вылетал в том случае, если на него забыли посветить фонариком Казалось бы, марионетка работает так же, но нет Когда шкатулка перестает играть, включается другая мелодия, которая уж очень сильно намекает нам, что через пару секунд игра будет закончена Все остальные скримеры стараются просто играть на внезапности и громком звуке Разве что голова Золотого Фредди в коридоре может ввести в ступор при первом появлении Мне кажется, атмосфера должна быть со скримерами в балансе В основном вторая часть берет именно своей атмосферой У нас нет чувства безопасности, ведь двери отсутствуют, а перед нами огромный черный коридор Из которого в любой момент может выйти абсолютно кто угодно из персонажей Да, согласен абсолютно, и постоянно ты с персонажами 2 марта 2015 года вышла Five Nights at Freddy's 3 Эту игру ждали многие, но когда она вышла, оказалось, что некоторые крайне сильно завысили ожидания Отчего разочаровались в ней Хотя, если взглянуть трезвым взглядом, то она получилась весьма неплохой Да и составляющая ее стала в разы лучше Из первой четверки она самая слабая, на мой взгляд, но зато персонаж самый интересный На него больше всего... Мноценная анимация Но, правда, от этого пугать у нее получается не так, как у предыдущих частей Но об этом чуть позже Выглядит больше кринжово Реальный аниматроник, по сути, здесь один Это Спрингтрап Еще здесь есть фантомы или же персонажи из предыдущих частей Сам Спрингтрап же выглядел отлично Он был жутковатым, да и как минимум заставлял бояться потому, что внутри него находился человек Человек, который, скорее всего, был еще жив, но не мог с этим сделать ничего, кроме как просто шататься в этом костюме из одного угла в другой Зачем в дальнейшем был сделан редизайн персонажа, так и остается для меня загадкой Эмби Всю игру мы слышим лишь один и тот же звук Слабенько Не знаю, он может быть и работает Не знаю, быть может, кого-то он и напрягает, но лично меня как-то не особо По сути, больше во время ночи, помимо звука фантомных маскотов, никаких других нет Зато есть в мини-играх, которые существенно отличаются от второй части и стали в разы лучше Видимо, это связано с тем, что Скотт вкладывался именно в них В сюжет Вторая четвертая Говоря о скримерах, хочется сказать, что в качестве они точно стали лучше, по крайней мере у Спрингтрапа У него теперь есть полноценная анимация, как он смотрит из-за двери, как он вбегает в... Но это больше выглядит кринжово, как он смотрит из-за двери, ну посмотри на эту пусечку Он просто, знаешь, как собака, которая пытается тебя соблазнить Ну типа... Как он вбегает в офис и так далее Но это рушит внезапность Ведь если ты видишь, что он смотрит на тебя из-за двери, то ты знаешь, что стоит тебе поднять планшет, он окажется за ним Видишь то, как он прибежал за планшетом с камерами, ты опять же знаешь, что как только ты опустишь планшет, будет скример В первой части было, конечно, нечто похожее, когда, например, ломалось дверь Но это было только у Бонни и Чики То же самое со скримерами фантомов, которые пугают лишь при первом, ну может еще при втором запуске игры Что, конечно, весьма печально Хотя, опять же, иногда можно забыться и рефлекс сработать, до чего ты испугаешься Так, третья часть пугает по большей части только скримерами Страшные они или нет, пусть каждый решит сам В любом случае, ее можно как минимум похвалить за анимацию Они были очень хорошие, и такого во ФНАФе мы прежде еще не видели А вот четвертая будет вышка Четвертая, ой, ой 24 июля 2015 года вышла Five Nights at Freddy's 4 После чего, кстати, мнения фанатов разбились И кто-то считал ее очень плохой, а кому-то наоборот Она понравилась в разы больше, чем третья часть Аниматроники здесь уже заведомо сделаны Я бы сказал, четвертая лучшая по хоррорности Вторая лучшая по атмосфере плюс хоррорности Тут и атмосфера, и скримеры в нужное время И вот этот эффект того, что ты дверью прислушиваешься к дыханию аниматроников Страшно Что, пословно, на сюжетно Ведь они являются, по сути, воображением травмированного ребенка Но вот пугали ли они своим внешним видом Думаю, что тут, опять же, для каждого по-своему Я надеюсь, что никого не обижу Но, как я и говорил ранее Вот это и вот это Лично меня пугает в разы больше Согласен Эмбиент С этим тут все получше, чем в третьей части Вернулись сторонние звуки, влияющие на атмосферу Такие, как лай собаки на улице или удара часов Да и сами кошмары издают звуков намного больше Открывая дверь, мы можем и должны слушать их дыхание Также вновь слышны их шаги А Чика, как старые добрые, может начать греметь посудой Кстати, смех Фредди тоже вернулся В общем, с этим тут все нормально Основная мелодия на заднем плане С одной стороны звучит успокаивающе С другой запугивающе А с третьей заставляет нервничать Я вообще, кстати, не помню особо звуков Но, к сожалению, когда я играл сам Да и когда искал звуки для этого ролика Больше никаких мелодий я не заметил и не нашел Скримеры здесь классические Резкие, порой внезапные Вот только механика с дверьми Опять же, это немного портит Ведь когда мы открываем дверь Мы слышим дыхание А значит, знаем, что там стоит аниматроник Не согласен По крайней мере, в самом начале Просто смотри Когда ты играешь в самом начале ФНАФ 4 дико стремный А когда ты уже ко всему привык и все знаешь Тогда да, оно не особо стремно Но и ФНАФ 1 не страшный Когда ты уже все знаешь То есть, после пятой, шестой, десятой Игра уже в первой не страшный Как и я Но я считаю, что в данном случае Это издержки геймплея Четвертая часть, хоть и уступает в чем-то предыдущем Я думаю, что многим пришлась по вкусу Она вроде бы и с кримерами пугает И в напряжении старается держать И сюжет там интересный и все Напоследок объясню, почему я решил не брать в это видео Пятую и последующие части В целом, конечно, потому что именно эти четыре Греют душу олдфага, сидящего во мне Но я все же стараюсь смотреть на франшизу Не через призму ностальгии Оттого, например, Систер Локейшн Я бы, может, и разобрал подобным образом в будущем Но все же, она отличается от этих частей во многом Даже геймплеем И в принципе пугает она совершенно иначе Шестая часть же потеряла хорро-составляющую почти полностью Не считая сцены проверки аниматроников Что, кстати, работало А Help Wanted, AR и даже Security Breach Это совершенно другие игры в плане геймплея В них многие механики ощущаются по-другому как минимум из-за их формата В любом случае, я не принижаю ни одну из частей этой франшизы Каждая из них имеет свои плюсы и минусы Которые кому-то придутся по нраву, а кому-то нет Ну, не знаю, я в принципе согласен с ним Но, ну, да, они пугают вот этим Я согласен И я согласен насчет того, что первые четыре части Это самые-самые кайфовые У него есть еще видос, который мы потом, я думаю, посмотрим Сейчас я не хочу Как пугают новые части ФНАФца Мне было бы интересно посмотреть Вот, но, на мой взгляд И ты напиши твое мнение Лучшая вторая по атмосфере и всему Четвертая отличная по скримерам плюс Ну, ты понял Плюс атмосфере Пятая зато Пятая она заебумба в принципе тоже неплохая Но она совсем другая То есть, я знаю, многим зашла пятая часть Help Wanted Но... А, нет, стоп, это не пятая часть Help Wanted Пятая часть Блядь, как ее? Sister Location, да Вот, она многим зашла Help Wanted неплохая Но это, по сути, просто повторение предыдущих частей С интересными фишечками Вот, ну, а пока на этом все Напиши в комментариях, как ты думаешь А пока на этом все Подписывайся на канал Оставляй свои комментарии А пока на этом все Всем пока До скорого Удачи